МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А так призовый фонд соревнований на протяжении последних лет практически не меняется. Полтора миллиона долларов платят участникам мужских и женских состязаний. Были у Кубка Кремля времена и получше. Скажем, с 99-го по 2008-й годы только призовые женского турнира превышали миллион 300 тысяч долларов. Потому видела столичная публика и сестер Уильямс, и Мартину Хингис, Елену Янкович и многих других ведущих теннисисток планеты. В сокращении суммы призовых связано с падением курса рубля. Титульный спонсор, им сейчас является Банк ВТБ, платит организаторам в российской валюте. Россиянки, невзирая на размер призового фонда, традиционно охотно приезжают на домашний турнир. Мужчины, кстати, тоже. Не хотят упускать возможность выступить перед российской публикой. А вот отсутствие мировых звезд первой величины организаторы связывают отнюдь не с размером призового фонда. Теннисисты едут в Москву и на любой турнир, не только из-за призового фонда. Для спортсменов, прежде всего, важна та категория, те очки, которые они получают. Это взаимосвязанные между собой факторы. И что касается применительно нашего турнира, то здесь еще накладывает отпечаток его местонахождение в календаре, так же, как и на любой турнир. Мы традиционно находимся в середине октября. И в настоящий момент это, по сути, у женщин вообще последняя игровая неделя перед завершающим турниром, финалом. Мужчин предпоследняя. И в Москву традиционно едут те, кто с одной стороны хотят набрать последние очки для того, чтобы попасть в итоговый турнир года. Полтора миллиона долларов – довольно средний размер призового фонда для теннисных турниров. Намного меньше, чем у соревнований серии «Большого шлема», но в то же время много больше, нежели у состязаний серии «Челленджер» и «Фьючерс». Однако организаторам пока, во всяком случае, не удается окупить затраты на проведение соревнований. В ближайшее время никаких сдвигов в этом вопросе не ждут. Это невозможно. На сегодняшний момент выручка адрических билетов, она составляет практически минимальный процент от общей сметы. И более того, я могу сказать, что она по сравнению с пиком, который у нас был в 2007 году, она падает в последние годы, к сожалению. Потому что есть очень большая конкуренция как внутри видов спорта, между событиями, так и спорта с другими активностями. Пригласить топового игрока, скажем, из первой пятерки лидеров мирового рейтинга на не самый предстоятельный турнир можно. Но заинтересовать его одним лишь рейтинговыми баллами и призовым фондом невозможно. Зато есть так называемые подстольные или пригласительные деньги. Их платят ведущим спортсменам только за участие в соревнованиях. Размер подобных гонораров, как правило, не разглашают. Но эксперты говорят, стартовая цена – миллион долларов. Когда-то и в бюджет Кубка Кремля были заложены подобные премиальные. Однако даже приезд Джоковича, Надалия или Мары затраты на проведение турнира за счет зрительского интереса не окупит. Естественно, выручка от билетов увеличилась бы, наверное, я не могу сказать в несколько раз, но она увеличилась бы значительно. Но это все равно не привело бы к какому-то значительному изменению баланса доходов и расходов. В настоящий момент и у мужчин, и у женщин есть три имени у мужчин и два имени у женщин, которые могут сами по себе без относительно чего-либо собрать стадион. А все остальные, они примерно находятся на одном уровне с точки зрения интереса. А у нас еще есть такой нюанс, что наша публика, наши зрители, они прежде всего ходят болеть за своих. Российские теннисистки традиционно успешно выступают на Кубке Кремля. Та же Кузнецова дважды подряд побеждает на главном столичном теннисном турнире. Были успешные периоды и у наших мужчин. Евгений Кафельников пять лет подряд выигрывал Кубок Кремля. Николай Давыденко трижды первенствовал на кортах Олимпийского. А вот Марат Сафин так ни разу столичный турнир и не выиграл. Хотя, по собственному признанию, очень хотел. Но время Кафельникова, Сафина, Давыденко ушло. Звезды российского и мирового тенниса завершили карьером. А вот смена поколений проходит тяжело. При всем уважении к Кузнецову, Хачанову, Рублеву и другим, по уровню игры они своим предшественникам заметно уступают. Однако, тренер сборной России Игорь Куницын не склонен драматизировать ситуацию. Я бы не сказал, что идет какой-то спа. Есть смена поколений определенная, подрастает очень хорошая молодежь. И это абсолютно нормальная ситуация. Это происходит во всех странах мира. Заканчивают карьеры звезды. Молодым нужно какое-то время. Плюс такие люди, как Кафельников, Сафин, они рождаются не каждый день. И очень много должно сложиться факторов, чтобы снова мы увидели игроков такого масштаба. Опыт опытом, но есть и другая проблема – деньги. В 2015 году бюджет Федерации Тенниса России составлял 6 миллионов долларов. Для сравнения, у США – 225 миллионов. По словам президента Федерации Тенниса России Шамиля Торпищева, нужно 30 миллионов. С таким финансированием результаты были бы намного лучше. Фактически, подготовка спортсмена до 14 лет стоит порядка 200 тысяч долларов. И это без учета снаряжения. За редким исключением, вся сумма лежит на родителях. Дальше – больше. Воспитание теннисистов до 16-18 лет обходится примерно в 100 тысяч долларов. У взрослых ценник вырастает в разы. Тренировки и участие в турнирах у девушек будут стоить 185 тысяч в год, у мужчин и того больше – 250 тысяч. Многие родители спят и видят своих детей на месте Наука Джоковича или Марии Шараповой. Еще бы, такими гонорарами может похвастать не каждый футболист. Джокович стал первым теннисистом в истории, кто сумел заработать за карьеру 100 миллионов долларов на корте. Совсем рядом Роджер Федерер. Швейцарец доминировал на мировых теннисных площадках долгое время, но до сотни пока так и не дотянул. У короля грунтовых кортов Рафаэля Надаля 79 миллионов долларов в активе – это деньги, заработанные исключительно благодаря игре в теннис. А вот за пределами кортов больше всех зарабатывает Роджер Федерер. Имя швейцарца уже давно стало брендом. Только за 2015 год всевозможные спонсоры пополнили лицевой счет веселого Роджера на 58 миллионов долларов. Но Вак Джокович располагается совсем рядом, но больше по позиции. По сумме соглашений серб своему сопернику уступает прилично. 31 миллион долларов приносят партнеры Джокеру. Далее Рафаэль Надаль. У него также предостаточно рекламных контрактов. Они приносят испанцу намного больше, чем спортивные победы. Но это лишь одна сторона теннисной жизни. Значительно более привлекательная. Другая правда такова. Лишь 10% из 1800 теннисистов-мужчин и 1400 женщин, выступающих в ATP и WTA-турах, могут вести безбедную жизнь. Спортсмены, которые находятся, например, в середине второй сотни, за сезон зарабатывают около 75 тысяч долларов. Остальным приходится выкручиваться. На память приходит история, датированная 2012 годом. Малоизвестная теннисистка Клэр Ферштайн, занимавшая на тот момент 130 место в рейтинге, заработала за год 71 тысячу долларов. Но после уплаты налогов ей пришлось занимать деньги, чтобы продолжить играть на профессиональном уровне. Есть у теннисистов еще одна статья дохода. Ей пользуются те, кому не удается заработать ни с помощью своего мастерства, ни благодаря рекламным контрактам. Бросать любимую игру они не хотят, а жить на что-то нужно. И тогда дело доходит до криминала. К примеру, в 2015 году двух польских теннисистов Петра Годомского и Аркадьуша Коцела дисквалифицировали на 7 и 5 лет, соответственно, за участие в договорных матчах. Годомский провел 4 встречи, в которых отсутствовала честная спортивная борьба. Коцел – 3. В 2008-м подозревали даже Николая Давыденко. Дукмейстеры зафиксировали аномально крупные ставки на игру россиянина с Мартином Вассалью Аргелью. Но после разбирательств Давыденко признали невиновным. А теперь давайте посмотрим на состав участников последних розыгрышей Кубка Кремля. По сути, он отражает интерес жителей России к теннису. В последние годы он неуклонно падает. В конце 90-х, когда на корт выходил глава государства, внимание теннису уделялось значительно больше. Плюс сейчас, когда Москва перенасыщена спортивными и культурными событиями, привлечь людей на теннис стало значительно сложнее. А истинные ценители игры вполне могут съездить на более представительные соревнования с участием звезд первой величины. Так что Кубок Кремля хоть и является визитной карточкой российского тенниса, но давно превратился в рядовой турнир. И отношения к нему со стороны публики соответствующие. Это была программа «Спорт и бизнес». Меня зовут Илья Попов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok